Ревматологи Дальнего Востока совершенствуют знания в Якутске. На вторую окружную конференцию Дальневосточного федерального округа приехали специалисты из разных регионов страны. Национальный центр медицины посетила наша съемочная группа. Профессия ревматолога особо востребована для жителей Севера. Запись на консультацию этого врача, как и другого любого специалиста узкой направленности, всегда заполнена на недели вперед. И это проблема не только нашей республики. Ну а что касается тенденций заболеваний, то в каждом регионе она своя. Генетически обусловленные. И вот так вот в Северной Республике, они все страдают, допустим, спондилоартритами. И это очень важно, чтобы больные рано приходили, не инвалидизировать, чтобы мы меньше на них затрачивали медикаментов, средств различных. Ну и, конечно, чтобы инвалидизации не было. Участие в конференции приняли также ведущие фармкомпании. Свои лекции читают ведущие профессора России. Масштабное мероприятие завершится в конце недели. Итогом должно стать получение подробных сведений о новых методах лечения. И, конечно, мы не только теоретические знания, но и большую практическую помощь ожидаем. Она и будет. Она уже сейчас начала консультировать. Вчера я консультировала снимки у профессора Смирнова, тоже тяжелый ребенок из Верхоянского луса. То есть, не только научный, но и огромный практический вклад имеет в это мероприятие. Один из главных принципов для врачей всех специальностей без исключения – это своевременное амбулаторное лечение, итогом которого должно стать снижение тяжелых осложнений и инвалидности пациентов. Наталья Ивановна с диагнозом ревматоидный артрит регулярно проходит лечение в ревматологическом отделении Якутской городской клинической больницы. А как вы считаете, вы вовремя обратились к своему заболеванию? Нет, я считаю, что немножко припоздала с 2002-го, а в 2008-м только обратилась. Наши врачи квалифицированные, компетентные. И под руководством нашей заведующей они улучшают качество нашего лечения, применяют новые методы лечения. Специалисты в области ревматологии настоятельно рекомендуют внимательно относиться к своему здоровью и вовремя обращаться к врачу. Ведь, казалось бы, незначительное ОРВИ, перенесенное на ногах, может стать причиной заболевания суставов.